Мэджик Дроп – это более 8 миллионов открытых кейсов, сотни тысяч довольных игроков, свыше 10 ботов с инвентарем на общую сумму около 2 миллионов рублей. Бесплатные кейсы и ежедневный баланс. Мы ждем тебя на magicdrop.ru Приветствую друзья, подписчики и зрители. Я рад вас всех видеть на своем канале. В сегодняшнем видео речь пойдет о винтовках CSG553 и AUG, на которые относительно недавно была изменена цена. Теперь они на 50 долларов отличаются от AK-47 и M4 соответственно. А что такое 50 долларов даже по старым экономическим реалиям в игре? Абсолютно незначительная, ничего не значащая сумма. И первую пушку, с которой мы начнем сегодняшний обзор – это CSG553. Этот девайс интересен тем, что это единственная винтовка в игре, у которой 100% бронебойность. То есть броня никак не защищает от попадания из этой пушки. Кто-то из вас скажет «Ура, теперь играя против команду, которой только CSG и AWP, броню можно теперь вообще не покупать». И с математической точки зрения вы будете в чем-то правы. Но не с физической. Не забывайте, что в игре есть такое понятие, как aimpunch. То есть купленная броня в игре защищает вас при попаданиях от дрожания фигурки. И вы можете нормально перестреливаться соперником, если конечно успеете. К тому же армор хорошо защищает от хаешек. Еще одна интересная особенность этого оружия, можно сказать отрицательная, заключается в том, что скорость передвижения CSG553 самая низкая из всех штурмовых винтовок и составляет ровно 210 юнитов в секунду. Для сравнения, скорость передвижения с автоматом Калашникова в игре равняется 215. Сравним урон. Против бронированных целей автомат Калашникова проигрывает. Но как бы то ни было, нам все равно нужно совершить одно попадание в голову, 4 попадания в грудь и 3 попадания в живот, чтобы слить соперника. Вот такая интересная математика от Valve. А против небронированных целей доминирует уже автомат Калашникова, причем достаточно серьезно. Кто-то спросит, а к чем же преимущество? А преимущество заключается в том, что у CSG553 выше точность первого выстрела. Причем при стрельбе зумом это точно становится еще выше. И здесь автомат Калашникова серьезно проигрывает. Что же касается спрей паттерна, то в зуме спреить проще, нежели без прицела. Без прицела получается слишком большой разброс, особенно в самом начале. Поэтому CSG553 больше подойдет для тех ребят, которые любят ставить хеды и настреливать по пульке. В общем, такой неоднозначный девайс. Совсем забыл сказать, что скорострельность CSG выше, нежели автомата Калашникова ровно на 11%. А вот скорость передвижения в зуме, то есть тогда, когда вы смотрите прицел, становится очень маленькой и равна 150 юнитов в секунду. Это также касается и AUG, винтовки которую мы сейчас рассмотрим. Сразу сравниваем урон с М4. Видно, что он не сильно отличается, буквально какие-то единицы, которыми можно пренебречь. Смотрим на спрей паттерн. Не могу сказать, что он сложнее, нежели у М4. Может быть даже проще. То есть добрую треть магазина у AUG можно законтролить, просто двигая прицел вниз. Но все-таки то, чем подкупает эта пушка, заключается в точности стрельбы. Она выше, нежели у М4. Не говоря уже о стрельбе зумом, то есть стрельбе в прицел. И здесь AUG является несомненным лидером. Поэтому, если вы заметили, некоторые профессиональные игроки, наверное, в стадии еще эксперимента, стараются играть с этим девайсом не только в официальных матчах, но и на FPL. К тому же AUG ваншотит соперников на ближней дистанции, независимо от того, купил он шлем или нет. Чем М4 похвастаться не может. Но, как говорится, в любой бочке меда найдется ложка дегтя. У AUG есть два минуса, причем один из них очень серьезный. Это скорость перезарядки 3,8 секунды. Для сравнения у М4 3,1 секунды. И эти 0,7 секунды могут серьезно повлиять на исход раунда, особенно в напряженных моментах. Второй минус, по мне не совсем значительный, это скорость передвижения равна 220 юнитов в секунду. Для сравнения у М4 225. В общем, как видите, перед сложным выбором нас поставила компания Valve. Но по мне, самым главным сдерживающим фактором является наигранность. Представьте, кто-то несколько тысяч, а некоторые уже за 10 тысяч часов наиграли с автоматом Калашникова и М4. И тут ни с того ни с сего нужно привыкать к новым девайсам, у которых свой спрей-паттерн, своя скорость передвижения, выходов и стрейфов. А на этом я вас оставляю в глубоких раздумьях. До новых встреч, пока.